Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. В эфире итоговый выпуск программы BookInform. Я, Павел Беляский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Брест. Здесь начинается родина. В кинотеатре «Беларусь» горожанам были представлены презентационные ролики об областном центре к тысячелетию города, созданное командой профессионалов телекомпании СТВ. Масштабная реконструкция. Кобринский путепровод, связывающий сегодня центральную часть областного центра с микрорайоном «Посток», приобретет новое звучание. На текущей неделе прошло первое выездное заседание по этому объекту. Во дворце спорта «Виктория» прошло торжественное открытие 10-го Кубка Белгазпромбанка по гандболу. Масштабные поединки стартовали. Об этом и не только прямо сейчас. Брест. Здесь начинается родина. Под таким названием в кинотеатре «Беларусь» горожанам были представлены презентационные ролики об областном центре, посвященные тысячелетию города, созданные командой профессионалов телекомпании СТВ. Несмотря на то, что столь значимый юбилей наступит через два года, подготовка к миллениуму идет полным ходом. Задача, которую ставят перед собой руководители вертикали власти, заявить о Бресте как о современном, креативном и перспективном областном центре. О реализации столь масштабного проекта Брестского горосполкома и компании СТВ в первом материале выпуска. Аншлаг в кинотеатре «Беларусь». Именно здесь прошел премьерный показ презентационных роликов о Бресте, посвященных миллениуму областного центра. Пять мини-фильмов. Именно так, а не иначе, можно позиционировать видеопродукт, который создали сотрудники телекомпании СТВ. Работа сложная. Первые сценарии были не приняты. Мы жили в стереотипах о Бресте, которые не являются, на самом деле, важными для Брещан. Нам предложили настоятельно, посоветовали сделать один исторический ролик. И на поверху он получился, наверное, самый особенный. Хотя вот в первоначальных наших планах такого не было. И в несколько таких заходов снимали. Сложная была работа непосредственно 22 июня. Мы очень благодарны реконструкторам, потому что создать такую ситуацию специально невозможно. Это миллионные расходы. Мы использовали то, что происходит 22 июня. И даже немного им помешали, честно говоря, потому что наш оператор там метался. Кадем не там динулся, да? Да, есть такой грех. Мы приносим свои извинения. Мы отдельно истории снимали, связанные с вокзалом, роскошнейший вокзал. Мы несколько дней готовили и снимали эту работу. Отдельно снимали, естественно, историческую историю. Выступая на премьерном показе мэра областного центра Александр Рогачук, подчеркнул, что этот творческий проект – лишь начало большой совместной работы, цель которой – показать, насколько красив Брест, насколько перспективен. Инвестиционная привлекательность города является в том числе определением, как город себя позиционирует. Поэтому наша задача – город Брест позиционировать как современный, креативный город, чтобы инвестор сюда шел, создавал рабочие места, вкладывал сюда деньги, понимая, что Брест – это перспективный, современный город. И тысячелетие – это только начало наших достижений. Поэтому считаю данный формат сотрудничества с телекомпанией очень удачным и взаимовыгодным. Это тоже важная составляющая – информационное сопровождение мероприятий. Можно много чего сделать и построить, но об этом никто знать не будет. А все должны понимать, что Брест – это лучший город в Беларуси. Команда СТВ создала сюжеты, в которых история перекликается с настоящим. Их главные герои – наши предки и наши современники. Фонарщик, Белая молния Юлия Нестеренко, молодежь областного центра. Роли исполнили артисты Брестского театра драмы. Особенный шарм клипам придает образ девочки-вундеркинда, которую с блеском. Исполнила юная брещанка Дария Скоморощенко, у которой есть и свои самые главные места в городе. Почтовый скверик, там все время спит Дарик, а я гуляю и играю, и там очень много жуков-солдатиков. И еще у меня очень любимая площадь Ленина, потому что там именно в Новый год самая большая елка и очень много голубей. А еще мое любимое место – это парк с аттракционами, я там очень люблю кататься. Мне в этом проекте очень понравилось, и я очень рада, что там участвовала. Возбуждение и гордость, вы знаете, просто гордость за город Брест, за родной город, я так могу сказать, потому что, ну, наверное, он этого заслуживает и еще большего заслуживает. Во время презентации на сцену поднялись все те, кто участвовал в создании мини-фильмов, актеры, съемочная группа, а еще лауреаты конкурса чтецов «Живая классика», также знакового проекта СТВ. Заряжал энергией исполнитель одной из ролей Саша Нема, так что смело можно говорить, что мероприятие прошло на ура. Но это только одна из ступеней к знаковой дате. В процессе десятки новых строительных объектов, новые и реконструированные транспортные путепроводы и много культурных событий. Не сомневаюсь, что все эти объекты будут построены к 2019 году, но наша задача подготовку к юбилею города использовать для воспитания молодежи, для формирования у них бережного отношения к своему городу, для желания что-то сделать в родном городе, получить образование и вернуться сюда. И очень хотел бы, чтобы брещане всегда с гордостью говорили, что мы брестские, значит мы лучшие. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лосарчук, специально для итоговой программы. Брест уверенными шагами идет к своему тысячелетию. Большой список работ, запланированных к такому важному юбилею, уже активно реализуется. Жители и гости областного центра с удовольствием отмечают – город постепенно приобретает новое лицо. Особое внимание руководства Бреста и строителей сегодня сконцентрировано на западном обходе. Комплекс призван упростить движение автобусов, троллейбусов, машин по городу, разгрузить автомобильные потоки и, конечно же, улучшить транспортные коммуникации. Не остаются без внимания и уже существующие дорожные артерии. Одна из них – Кобринский путепровод, связывающих сегодня центральную часть областного центра с микрорайоном «Восток». Первое выездное заседание по этому объекту состоялось на текущей неделе в городе Надбога. Анастасия Ноздин-Плотницкая о планах реконструкции и перспективах модернизации. Первое расширенное производственное совещание на объекте прошло на текущей неделе в областном центре. Подобные мероприятия теперь станут еженедельными. Проводиться будут не в рабочие часы, чтобы можно было в полном объеме обсудить те работы, которые предстоит совершить в ближайшее время. Мы получили разрешение. Все у нас тут планово. Деньги выделены. Определен генподрядчик – это дорожно-строительный трест номер 4. Определены субподрядные организации. Здесь и проектная организация. Вопрос реконструкции Кобринского путепровода – один из наиболее важных для развития городской инфраструктуры. Сегодня на двух узких полосах в каждую сторону сосредоточено все городское движение с запада на восток. Последнюю реконструкцию, так называемый в народе Кобринский мост, пережил еще в далекие 60-е. И с тех пор многое поменялось. Город застраивался, росло количество его жителей, а вместе с тем и число транспортных средств. Это центральная часть города, это центральная магистраль города. И если раньше, когда последний проводился ремонт или реконструкция моста в 60-е годы, это была практически граница города, то сегодня, конечно же, город вырос, и тот трафик, который сегодня есть, мост не справляется с тем трафиком. Это, по сути, горлышко такое образовалось здесь. Сегодня рабочая группа во главе с заместителем председателя Брестского горысполкома Николаем Якубовским уже имеет на руках конкретный план действий. В первую очередь должны быть проведены подготовительные работы. Например, перевод существующих теплосетей под землю. Над этим рабочие уже трудятся. После чего строители возьмутся за непосредственную реконструкцию самого путепровода. Конечно же, перекрыть такую транспортную артерию полностью просто невозможно. Поэтому процесс обновления и строительства будет постепенным. Сначала одна сторона движения, после вторая. Планируется, что эти работы возьмут старт уже в сентябре. Для того, чтобы реконструировать путепровод, есть масса подготовительных работ, без которых это немыслимо. Ведь сегодня у нас все кругом в инженерных сетях. Это сети теплоснабжения, которые нужно вынести. Слава Богу, сегодня совпадает со временем уже их модернизации. Поэтому получается два в одном. Мы их и перенесем в другое место. И будет своевременно выполнена модернизация. Это перенос сетей связи, вынос с тела, путепровода. Сегодня уже мы выполняем подземные переходы для пропуска этих инженерных сетей. Мы в августе, с конца августа начнем разбирать насыпь. Это продолжение улицы Краснознаменной. Уже моста мы коснемся в сентябре. Это устройство фундамента, устройство шпонтовых ограждений. Это уже прошла техническая часть. Я думаю, через недельки-три можно людям будет показать, какие мостовые сооружения мы что-то делаем. Визуализированная модель будущего Кобринского путепровода выглядит серьезно и современно. Пропускная способность сооружения позволит осуществить бесперебойное движение транспорта по нему в составе шести колонн. По трём для каждого направления встречного движения. Количество пролетов увеличится до четырёх. А длина самого комплекса составит 111 метров. В целях безопасности на разделительной полосе предусмотрена установка барьерного ограждения. Проект масштабный и требует особого профессионализма как от проектировщиков, инженеров и архитекторов, так и от строителей. В указе президента при подготовке к тысячелетию в плане мероприятий этот объект записан как реконструкция путепровода. И сегодня намечены три этапа реконструкции. Проект находится на экспертизе. Планируется расширение моста, доведение его до шести полос, по три с половиной метра каждая полоса. Плюс с двух сторон будут тротуары, полноценные тротуары с возможностью проезда велосипедом с велодорожкой. Также планируется и подземный переход в начале путепровода при спуске на улицу Машерова. Вовсю сейчас готовится и отступательное движение. Как только строители перейдут к реконструкции самого путепровода, часть движения будет осуществляться через объездные дороги. В частности, через набережную Франциска Скорины. Сегодня здесь активно идет замена асфальтового покрытия бордюров. Работа в буквальном смысле кипит. Дорожники работают с максимальной отдачей. Ведь от результата их труда уже совсем скоро будет зависеть организация движения в городе. Самый сложный объект, я повторюсь, для города – это реконструкция Кобинского путепровода. Он вроде бы не самый крупный по финансам, но он скажется на жизни каждого горожанина. Я хотел бы, чтобы с пониманием людей отнеслись к этому дискомфорту, который, скорее всего, начнется с весны. Эти неудобства являются производным строительства, реконструкции и развития нашего города. Поэтому это все очень важно. А жителям областного центра следует набраться терпения и пережить все трудности, которые, несомненно, возникнут со стойкостью и оптимизмом. Как в любом деле, важен конечный результат. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БукТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Гастрономический туризм – направление, стремительно набирающее популярность. Его цель – попробовать ту или иную страну на вкус. Традиционная кухня имеет уникальные особенности. Отражает характер и историю. Одним словом, это интересно, полезно и чаще всего вкусно. Минус только один – далеко не всегда в это самое путешествие удается вырваться. Но съемочная группа нашего телеканала нашла один нестандартный вариант. Совершить рандеву не только в пространстве, но и во времени помогут специалисты одного из крупнейших переработчиков в стране – Березовского мясоконсервного комбината. Не так давно и без того широкий ассортиментный перечень продукции предприятия пополнили новинки. О них и пойдет речь в нашем следующем материале. Сразу несколько новинок крупнейшего мясопереработчика страны – Березовского мясоконсервного комбината – сегодня можно смело отнести к элементам гастротуризма. К примеру, придать белорусскому столу южный средиземноморский колорит поможет Санторини. И дело не только в названии. Наша новиночка – продукт сыровярины Санторини Престиж. Она изготовлена из внутренней мышцы говяжьей вырезки с использованием средиземноморских специй. На разрезе она имеет необыкновенный красивый мраморный вид. И на вкус необыкновенно мягкая, сочная, упругая и обалденно вкусная. В один миг перенестись не на тысячи километров, а на десятки лет – сложно. Нисколько, отвечают специалисты Березовского мясоконсервного и предлагают продукцию, вкус которой способен перенести в прошлое. Многие сегодня с ностальгией вспоминают ароматы, вкусовые качества варенки родом из СССР. Ответ мясопереработчиков из Березы – колбаса советская. Создавая этот продукт, мы хотели повторить вкус советский, вкус из детства. Для изготовления этой колбасы мы используем только охлажденную свинину и говядину, молоко, яйцо и натуральные специи, дымопроницаемую целлофановую оболочку. Я думаю, что нам удалось вспомнить вкус детства. Еще один продукт мясокомбината – пельмени. Любимое блюдо десятков и даже сотен тысяч человек имеет богатую историю и широкий географический охват. Считается, что поселились они на кухнях десятков стран мира в 14-15 веках, а пришли с Урала. Их приготовление – процесс особый, требующий собранности, кропотливости и хорошего настроения. У работников комбината с вышеперечисленным проблем нет. Сегодня на предприятии изготавливают 11 видов пельменей. В помощь людям современная техника. Линия была куплена в Италии и установлена несколько лет назад. Уникальная особенность – функция ручной или домашней лепки. У нас две линейки пельменей. Одна линейка – это сябруки, про которые мы тоже ласково говорим, что вельми смачные пельмени, только из мяса и муки. И действительно, для производства этих пельменей мы используем только свинину, говядину, лук и специи. И также муку не ниже высшего сорта. И вторая линейка – это более бюджетный вариант, где помимо говядины и свинины мы используем мясо птицы, мы используем субпродукты. Для удешевления мы не используем соевые белки и не используем клетчатку. Пельмени эти – это знатные новые, уральские новые, домашние, застольные, белорусские – пользуются большим повышенным спросом у покупателей. В смену здесь производят до шести тонн пельменей. Реализуют их в трех упаковках – в коробках по 500 грамм, пачках по 400 грамм и весовые по 10 килограмм. Наши пельмени, хозяйка, любая хозяйка, она и как для скорого обеда, так если у нее нагрянут гости, они ее выручат и она всегда будет на высоте. В рамках сюжета нам удалось рассказать о нескольких продуктах, которые специалисты березовского мясоконсервного разработали для своих настоящих и будущих покупателей. Но мы очертили только пару направлений к гастротуризму. Будьте уверены, отправившись в магазин за одним из этих продуктов, вы обязательно найдете еще что-нибудь интересное, вкусное и полезное. Предприятие выпускает 300 видов колбасных изделий, 200 видов полуфабрикатов, 80 видов консервов. Жить нужно вкусно, уверяют березовчане и помогают воплотить принцип в жизнь. А сейчас о других событиях и мероприятиях. СОП – этот статус получают дети, которые живут в социально неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками, имеют проблемы с трудоустройством и не справляются со своими непосредственными обязанностями. К сожалению, проблема эта существует. Ее решению придается особое значение, ведь в опасности дети, а это будущее нашего государства. Сегодня семьи, где ситуация близка к критической или уже является таковой, находятся под контролем милиционеров, представителей системы образования, социальных центров. Сотрудники вышеуказанных служб приезжают к таким родителям с внеплановыми проверками. В один из рейдов в Брестский район отправилась и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о том, где теряется вкус детства и что стоит начать жить с нуля. Свой рейд правоохранители вместе с представителями социальных служб начинают вечером. Именно в это время обычно наблюдается пик нарушений. Первый по маршруту – деревня Тельмы. Как всегда в списке – знакомые адреса, где проблемы существуют уже не один год. Данное мероприятие проводится как межведомственной программой заботы, проводимой в течение всего летнего периода в Республике Беларусь, так и в рамках непосредственно проведения акции «Семья без насилия». При посещении данных семей сотрудники органов внутренних дел, так же как и сотрудники отдела образования, социальных служб, проводят мониторинг квартир, в которых проживают, либо частных домовладений, где проживают наши семьи. Осматривается и мониторится ситуация, связанная с тем, кто может находиться в этих квартирах. Посторонние лица зачастую могут присутствовать, распивать алкогольные напитки. Проверка была, как всегда, без предупреждений. Однако в этот раз количество выявленных нарушений было существенно ниже. А это значит, превентивные мероприятия дают свои плоды. Условия проживания малышей, наличие необходимого количества продуктов и средств гигиены, соответствие спальных мест необходимым требованиям – все эти показатели были близки к норме. Но это еще не говорит о том, что семья будет исключена из списка с грифом социально опасных. Важно, чтобы такие условия поддерживались на протяжении длительного времени. Многие обещают исправиться. Обещают, но это не всегда получается. Но в некоторых людях заметно, что они стараются, и мы предпринимаем все возможные усилия. Когда признают социально опасное положение, составляется индивидуальный план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего. Туда содействованы все субъекты профилактики. Это может быть, если в школе, то это будут педагоги социальные, психологи, классные руководители. Также еще привлекается РУЧС на обследование. В рамках комплекса рейдовых мероприятий комиссия посетила и другие населенные пункты – Ковердяки и Матыкалы, где также проживают подшефные нарушители. Однако, завидев сопровождение проверяющих камеру, многие попросту отказались открывать дверь. Жаль, что чувство стыда просыпается в них не через детские глаза, полное страха и испуга от родительского поведения, а от возможности огласки собственной халатности и беспомощности перед пагубными привычками. Ситуация складывается достаточно благополучно, но зачастую, конечно, мы выявляем. И впервые могут происходить такие ситуации, где у нас сотрудники выбывают по заявкам граждан на семейные скандалы. Иногда происходят достаточно серьезные моменты, связанные с причинением телесных повреждений, где супруги позволяют выяснять отношения, особенно после употребления алкогольных напитков. Все эти моменты отслеживаются и соответствующая работа проводится на должном уровне. Всего в Брестском районе проживает 113 детей, чье положение признано социально опасным. Участковые, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, психологи, социальные педагоги исследуют каждую ситуацию в отдельности, стараясь вникнуть в суть проблемы и помочь. Но решить ее возможно только тогда, когда сами родители задумаются. А хотели бы они для себя детство в страхе и ужасе. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Буктово». Ежегодно в третью субботу августа с 1992 года отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре 25 лет назад по инициативе Международного общества прав животных. День не считается праздником. Напротив, поводом обратиться к проблеме братьев наших меньших, оставшихся без хозяина и крова. В Бресте проблема бездомных питомцев стоит достаточно остро, несмотря на открытие в городе участка по отлову и содержанию безнадзорных животных. Со своими обязанностями работники пункта справляются больше, чем просто хорошо. Работа по определению собак и кошек ведется постоянно, но волонтеры акцентируют – пока все сложно. Сегодня случаи, когда четвероногих сдают в приют собственные хозяева, участились. Виктория Саченко попыталась разобраться с проблемным вопросом. Это сейчас перед вами самый красивый и ухоженный метис во всем дворе. Ее ласково зовут Ладушкой. На самом деле, эта история некогда несчастной собаки. Сегодня она сыта и ухожена, но хозяева с болью вспоминают о непростой судьбе своего питомца. Год назад животное находилось на грани гибели. Ладу нашли в Канаве, недалеко от Бреста. После чего она попала в участок по отлову и содержанию безнадзорных животных, а позже – в добрые руки семьи Курганович. Сегодня в ней трудно узнать бродяжку. Собаки, они вернее, чем те, которых вы берете породистых, и которые у вас растут на глазах, дают вам деньги. Они не такие верные, как вот эти, как у меня Лада. Она каждое утро приходит ко мне, вылизывает меня, она говорит «доброе утро», она идет к детям. Она просто замечательный ребенок, который на четырех лапах. Она не умеет разговаривать, но она своей вот этой мордочкой, скривленной этим хвостиком, она показывает все. Ладам – подарок жене на день рождения. Четырех лап и презент заставил сжаться сердце каждого члена семьи, вспоминает Дмитрий. К слову, Ладушка – не единственный питомец в большой семье, проживающей в небольшой квартире. Еще есть две кошки. В семье Курганович животные вместе и спят и едят. Привыкаешь к тому, что дома есть еще кто-то помимо тебя, и у нее свои дела есть, не только твои. Ей обязательно нужно и в туалет сходить, потому что она тоже живая и тоже кушает, как и ты. Но зато дети, если раньше были какие-то разборки между собой, и теперь у них разборки бывают чуть реже, зато вот они могут пожмякать всю свою силу, волю, ну, как бы такую, не знаю, активность отдать вот этой зверюге. Бездомный пес выгнать нельзя приютить. Тут каждый решает сам, где поставит решающий знак припинания. Ладе повезло, а вот этим хвостатым полосатым лицом фортуна пока не повернулось. Сегодня участок по отлову и содержанию безнадзорных животных – дом для 119 собак и 74 кошек. Здесь сразу видно, кто отчаянно хочет попасть в добрые руки, а кто просто смирился с трагичной судьбой быть брошенным. Можно прийти и сразу в большом ассортименте, посмотреть, какое животное больше понравится, поиграться где-то с ним уже непосредственно в контакте, понять, какое животное больше тебе подойдет, и уже уйти от нашего участка именно с каким-то результативным шагом в дальнейшую свою жизнь. Здесь все животные разные – пушистые и гладкие, трехцветные, рыжие, пятнистые, строптивые и послушные, но с одинаковой судьбой. У Симбада нет пальцев на некоторых лапах, но это не мешает ему быть любимым. Однако пока только волонтерами. Очень сильно люблю животных. Я решила, что это мой шанс и пришла в первый же день. Встретила здесь Светлану, волонтера, и после общения с ней я поняла, что волонтер – это мое призвание. И потом уже остальное все время я помогаю животным. Странный, непонятный факт. В последнее время брещане приходят сюда, чтобы не столько взять, сколько отдать своих некогда любимых питомцев. К примеру, это доберман Джой. Он стал не нужен, когда у хозяев появился ребенок. Джой настойчиво лает, как будто пытается спросить, за что. Сотрудники участка по отлову и содержанию бездомных животных все чаще повторяют известную фразу – чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Очень обидно, когда мы приходим утром на работу и подкидывают нам мелких, маленьких детенышей. Поэтому лучше бы хотелось, чтобы люди приходили и забирали, чем больше то, что они приносят. Именно важно то, что ошибочно нас воспринимают, что как приют. Вот я приведу сюда, и здесь им будет хорошо, что за ними будет уход, и мой приплод будет пристроен. Это очень неправильно. Они для нас страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь. Бездомная проблема остается быть в центре внимания, ровно как и вопрос гуманного сокращения численности животных. Зоозащитники предлагают ввести моду на стерилизацию питомцев, волонтеры – моду на милосердие и сострадание к четверолапым. Виктория Саченко, Денис Величкевич и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы «Бугинформ». О спорте. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова на протяжении многих лет занимает самые высокие строчки в спортивном рейтинге, а Брест по праву считается гандбольной столицей Беларуси. Яркое свидетельство этому – проведение у нас престижных европейских турниров. 18 августа во Дворце спорта «Виктория» стартовал 10-й международный турнир по гандболу Кубок Белгоспромбанка. На ярком спортивном празднике побывала и наш корреспондент Ирина Ольшова. Гандбол в Бресте всегда собирает полные трибуны болельщиков, которые приходят посмотреть на красочное шоу и поболеть за любимую команду. Не стал исключением и 10-й международный турнир Кубок Белгоспромбанка. Новый гандбольный сезон организаторы начали соревнованиями, открытие которых превратили в настоящее светомузыкальное шоу. За престижный гандбольный трофей «Хрустальный кубок» поспорят ведущие евроклубы. Чемпион Финляндии Рейхимяки, чемпион Румынии «Динамо» из Бухареста, один из ведущих клубов сильнейшего французского дивизиона «Сен-Рафаэль» и, конечно же, хозяин турнира, самый титулованный клуб в суверенной Беларуси – Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Их главная задача – победа в этом турнире. Я думаю, что мы его в этом году заберем и никого не отдадим. То есть он не будет переходящего? Мы его заберем. А дальше там посмотрим, отдадим мы его или не отдадим. Нынешний турнир особенный. Болельщикам представлен обновленный состав Брестской команды. При этом цели и задачи для БГК в новом сезоне остаются неизменными. Выход в плей-офф Лиги чемпионов и финал четырех – Сеха лиги. Победа в чемпионате и Кубке Беларуси. С учетом национального первенства Мешковцы проведут в сезоне почти 70 официальных матчей. Из-за особенностей регламента в чемпионате Беларуси БГК будет выступать не тем составом, как в европейских турнирах. Именно поэтому сейчас в команде заявлено 28 гандболистов. Тяжело или не тяжело, мы узнаем, я уже сказал сейчас на пресс-конференции, узнаем в марте. Когда новые игроки себя проявят, когда мы увидим новый состав. Поэтому сейчас просто-напросто новая команда. Я думаю, что она будет достойна продолжать то дело или, так сказать, поднимать игру на тот уровень, где мы уже находимся. Да, поэтому это новая команда. Поэтому надо дать ей время, чтобы она себя могла проявить. Свой 16-й сезон Брисский гандбольный клуб начал с уверенной победой над финской командой 29-21. Впереди игра с румынскими «Динамовцами» из Бухареста и французским «Сен-Рафаэлем». Имя команды, победителя турнира и обладателя кубка станет известно 20 августа. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу «Букинформ» на нашем канале в YouTube. Напоминаем, на БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В воскресенье произойдет резкая смена погоды, сообщают синоптики. Температура воздуха понизится с 30 до 18. 20 августа Брест окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Вслед за ней начнут поступать прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. В течение суток в областном центре пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы. 17-19 градусов температура воздуха в ночные часы, до 18 прогреется воздух днем. В понедельник погоду будет формировать малоподвижная фронтальная система. В Бресте пройдут кратковременные дожди, днем достаточно сильные. Ветер ночью северо-западный, днем сменит направление на западный. Температура воздуха минимальная – 12-14, максимальная днем – 18-20. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас! Брест торговый центр «Галерея Грант», первый этаж.